40 тысяч. Сделать условия жизни населения Дальнего Востока более комфортными, улучшить демографическую ситуацию и благоустроить населенные пункты. Реализация этих направлений легла в основу совещания, прошедшего в региональном правительстве под председательством полномочного представителя президента ДФО Юрия Трутнева. Вопросы социального развития Дальнего Востока были одной из основных тем недавно состоявшегося Восточного экономического форума. Эти вопросы стояли на повестке дня совещания под руководством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Ему был доложен ряд предложений, таких как реновация городов Дальнего Востока, расширение программы льготной ипотеки на врачей и учителей вне зависимости от возраста, выплата материнского капитала в размере 1 миллион рублей за рождение третьего ребенка. Эти и другие вопросы приняты к работе правительством Российской Федерации. Работа по улучшению условий жизни людей, обновлению социальной инфраструктуры Дальневосточных регионов уже ведется. С 2018 по 2022 годы в рамках единой субсидии Еврейской автономной области предоставляется около 3 миллиардов рублей. Все эти деньги идут на социальные объекты и мероприятия, которые руководство области и жители определили первоочередными. Губернатор ЯО Ростислав Гольштейн представил планы по строительству современного здания, многопрофильной больницы областного уровня. Рассматривался вопрос предоставления средств из федерального бюджета на строительство и оснащение абулаторно-поликлинического корпуса детской областной больницы. Михаил Аберевич Мурашко всячески поддерживает этот проект. Минфин сопротивляется. Я разговаривал с Антоном Германовичем Силуановым о включении этого проекта в программу, соответственно, бюджета 2022-2023 год. Проект у нас готов, все готово, мы готовы к строительству и детям очень нужна эта поликлиника. Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития России обеспечить рассмотрение заявки правительства ЯО и проработать вопрос строительства и оснащения детской областной больницы в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Обсуждалось строительство и модернизация дошкольных и школьных учебных заведений. В частности, в области подлежат капитальному ремонту шесть школ заявка на финансирование направлена региональными властями в Минпросвещение России. О благоустройстве городских пространств полпреду доложил мэр Биробиджан Александр Головатый. Запланировано обновление пешеходных зон на главных улицах областного центра. Городские власти намерены модернизировать систему уличного освещения. Предполагается установка более 2000 единиц светоточек наружного освещения. В этот раз я приехал именно для того, чтобы понять, какие вопросы наиболее важные для еврейской автономной области, чем надо заняться в первую очередь. Но хочу сказать, что вот то, что сегодня глава города, губернатор думает о реновации Биробиджана, о том, чтобы сделать его комфортным, красивым, светлым городом. Мне очень импонирует. И мы будем делать все возможное, чтобы вот в том большом процессе, связанном с соревнованием дальневосточных городов, Биробиджан был на одной из лидирующих позиций. У нас прекрасный город, у нас есть поддержка федерального центра, есть поддержка Юрия Петровича. Все инструменты, которые могут работать на результат, но без участия людей мы ничего сделать не сможем. Поэтому мы делаем для людей, ради людей. И я надеюсь на то, что люди уже высказывали, наши жители, пожелания, чтобы видеть наши города и районы более красивые, благоустроенные, также включиться в этот процесс. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России обеспечить рассмотрение вопроса о выделении области в 2021 году финансирования в размере до 200 миллионов рублей на проведение проектных работ по благоустройству Биробиджана в рамках реализации плана социального развития региона. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21.